Если, допустим, в Лиге Чемпионов за нас еще болеют, во Львове, там люди сижаются полным стадионом, то когда мы играем, неважно с каким соперником, то в основном даже люди, которые приходят на стадион, которые там не из Донецка или там, которые живут на Западной Гории, то они в основном против нас болеют. Да, то есть даже когда там Дарьо бьет пенальти, еще люди освистывают. То есть, поэтому, ну, есть такие условия, что делать, ничего не пойдет. Не мы одни в таких условиях, поэтому жаловаться мы не можем. Для нас созданы все условия, президент, клуб для нас все пытаются сделать, поэтому жаловаться грех, как бы есть люди, которые на новых худших условиях сейчас находятся. А у тебя лично как-то остался в Донецке? Семья там нет, никого? Нет, как бы мои, ну, как бы моя родня, мои родственники все живут в области. И, как бы, слава Богу, что военные действия до них на данный момент не дошли. Ну, а вообще, знаешь, нет перспективы возвращения сейчас. Это такая тяжелая, вот, лечь, психологически, конечно, задумываться о будущем, а если мы вернемся, то такое же бывает. Ну, тяжело, конечно. Но... Но, наверное, все думать о будущем все равно. Тоже, но мы все равно верим, мечтаем, то, что мы вернемся домой, все наводятся, и люди заживут, как прежде. Ну, а вот тебе где интересно, то есть ли легче играть в Киеве или в Аль-Вару? Ну, смотря, смотря в каком статусе я нахожусь. Если статусе игрока Шахтера, конечно, было бы лучше играть дома. А статусе игрока сборной, в принципе, сборную очень хорошо Киев поддерживает. Поэтому чувствую себя как дома тоже, в принципе. Ну, понятно, оно есть у всех. То есть никто не хочет войны, все хотят жить в мире. И когда там разрешаются жизни и гибнут люди, это не может быть ни для того человека, который проживает в этой стране, на которой он проходит боевые действия, нормально. Это ненормально. И это все понимают. И, тем не менее, мы заложники ситуации. И как мы можем помочь людям? Мы, как бы, лично, допустим, только на футбольном поле, потому что, как бы, своими результатами принести какую-то, хотя бы, радость людям. Каждый помогает, как может. Кто-то занимается благотворительностью. Но, как бы, я думаю, что ни один человек не безразличен. А, скажи, ты думаешь или, может, знаешь, а болеют сборную Крэнда там в ДНР? Ну, я думаю, что есть сторонники разных позиций. В каждую голову, в каждое сердце не залезешь. И не знаешь, но я уверен, что есть люди, которые болеют за сборную, так как там все-таки играют футболисты Шахтера. Ну, Донецкая же сборную всегда поддерживает, когда играли там. Да, ну, как бы я же говорю, есть же тоже у каждого свое мнение. И я уже давно не был в Донецке. Вот уже скоро будет год как. Да. Ну, это было, получается, как раз нас собрали в сборную в мае месяце. 14-го года. И после этого уже был отпуск, то есть начались уже потихоньку боевые действия, подходить к Донецку. Моя семья уехала, переехала в Запорожье. И я уже в Донецке не возвращался. А вот прошел год, ты вообще поменял в чем-то свое отношение к ситуации, к жизни, к отношениям между странами? Ну, я как бы понимаю, что как бы немного переоценил ценности, что как бы то, что важнее там жизни человеческой, то ничего нет. Потому как бы все, что у меня тоже там и дом у меня в Донецке. И я понимаю, что это все такое не настолько важно, насколько важно, сколько гибнет людей. Поэтому, как бы, сколько звонят людей из Донецка у меня знакомых, там просят о помощи, что там и ничего есть, и работы нет. И, ну, это тяжело воспринимать, поэтому, как бы, переоценка ценностей произошла на 100%.